Два месяца работы оперативного штаба. Десятки изъятых помп и сотни килограммов янтаря. Но работа на клондайках кипит. Люди, как и прежде, выходят добывать камень целыми селами. Продолжат наши корреспонденты. Утро в лесу неподалеку Белого озера. На работу старатели еще не вышли слишком рано. Они даже не сматывают пожарные рукава, а помпы стоят здесь стационарно. Вывести их из болота не могут и полицейские. Единственный способ борьбы с теми, кто уничтожает природу, это сломать помпы. Такую помпу придется ремонтировать. Это хоть на какое-то время остановит тех, кто с ее помощью моет янтарь. Услышав звуки в лесу, подтягиваются местные. Путь полицейской машине опять прегражден поваленными деревьями. В ход идет уже привычная для служащих оперштаба бензопила. А это уже территория заповедника Белое озеро. Ночью здесь вырыли огромную канаву, чтобы брать из нее воду и мыть янтарь. У нас есть лист на директора заповедника. Мы направили лист, чтобы закупать все котлованы. Сейчас мы поедем дальше, покажем, где есть котлованы и какие сверли с водой. И они пресували. Такие канавы по всему заповеднику. А они превратили красивейшую полесскую природу вот в такие унылые пейзажи. Этот человек с очком рассказывает. Старатели уехали полчаса назад, когда в районе появились машины полицейских. Мелкий янтарь остается лежать на земле. А это поле у самого райцентра Владимирец. Не стесняясь, возле самой дороги работают старатели. Но не с помпами, а с лопатами. Копать приходится глубоко. В оперштабе не скрывают, такая борьба малоэффективна. Любая попытка изъять помпу заканчивается бунтом целых сел. Ведь стоимость одного такого аппарата от трех до семи тысяч долларов. Оксана Кундеренко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер.